В начале 20-го века, я сам историк по образованию, начала становиться в целом печать пчеловодческой. Первые журналы появились, если говорить о печатной книге пчеловодческой, первая появилась книга у нас в 18-м веке, это 1785 год. Первое издание было с немецкого языка, оно было напечатано. Дальше в 19-й век вышло порядка 150 книг, 19-й переход на 20-й век, это был переход к рамочному улю, такой более активный. В советское время он больше так завершился уже в 20-е годы, потому что все-таки надо отметить, что царский период в какой-то степени был тормозом для развития. И вот именно после революции начался такой усиленный скачок, люди получили, можно сказать, какой-то, опять же скажем, образно книги, крылья, и стало все это развиваться. И вот как раз на период 20-х годов, что самое интересное, литература была в основном авторская. Как эксплуатировали, переиздавали еще изданные в 10-е годы книги, это всем знаменитая книга Лангстрота, его «Пчела и улей», которая на русский язык была переведена еще в 1893 году. В 20-е годы получила два издания, в 1925 году, и вот последнее издание, оно вышло в 1929 году, «Пчела и улей», переработанное Шарлем Доданом. Очень, в принципе, интересная книга, это на протяжении, наверное, 30-40 лет, это было в Библии пчеловодства. Вместе с его, в этом же году, в 1929, вышло первое издание рутовской энциклопедии. До этого она в Америке уже была переиздана 20 раз. На форуме я об этом писал, это можно посмотреть. Но вот именно первое русское издание появилось в 1928 году. В принципе, хорошая энциклопедия во всех отношениях, но она больше представляет интерес, скажем, для американских пчеловодов. Ну, в принципе, она издается и сегодня у них в Америке, с года в год. У нас последнее издание было в 1964 году, ну, такой практической интереса она, скажем, мало представляет. Наиболее выдающимся, сразу, чтобы далеко не отбегать, наиболее выдающимся изданием вообще, можно сказать, во всем, скажем, отечественном пчеловодстве. Я не беру дело в том, что Западную Украину, где были свои авторы, ну, более детально вот этот вопрос у нас в истории изучал, ну, непокойный Богдан Рудко. Он в журналах и пасека, и украинский пасечник предоставлял вот эту информацию по западным авторам, которые писали на украинском языке литературу и здесь, на Западной Украине, и даже потом издавались и в Польше. Среди русскоязычных авторов был наиболее такой выдающийся, скажем, деятель пчеловодства, и автор это Буткевич. Он, ну, просто был, обладал энциклопедическими знаниями, и, значит, в 28-м году он подготовил в печати семитомную энциклопедию систематическую по пчеловодству. Значит, ну, к сожалению, вышло только две книги. Первая пятитысячным тиражом в Туле, вторая книга вышла трехтысячным тиражом через год. И потом уже в советском периоде настал, этот период был небольшой, 12 лет такого подъема пчеловодческой печати, подъем вообще пчеловодства. Пчеловодство, в принципе, если бы не началась коллективизация, оно бы, скорее всего, встало бы на промышленные рельсы, потому что принимался тот опыт, который уже был на Западе. То есть у них уже промышленные пасеки стали складываться в начале 20-го века. Так вот, он, обладая вот этими знаниями, просто по любому вопросу пчеловодства, ну, начиная от улья, его видов, он рассказывает нам абсолютно все. История, ну, колоссальные знания всей литературы, которые я подам по ряду, то вы могли просто ознакомиться, насколько действительно автор был, обладал энциклопедическими знаниями по любому вопросу. Но это большая трагедия в целом для постсоветского СНГ, СНГ, что мы потеряли эту книгу. Даже пытался искать источники, может, где-то рукописи сохранились, ну, именно того, что неизганное. Но, к сожалению, скорее всего, эта книга потеряна окончательно. Также в 20-е годы вышли прекрасные учебники пчеловодства. Всем известный учебник Кораблева. Это его третье издание. Это его третье издание. Вот. До этого вышло еще два издания. Во-первых, сам Кораблев и педагог, и книга его тоже читается достаточно, скажем, легко и понятно. Допустим, более сложнее может читаться книга, вышедшая тоже дважды в 20-е годы, «Методы пчеловождения» Силова Юрьевича Шимановского. Вот эта книга у нас от 23-го года, и она позднее, в 96-м году, переиздавалась в Киеве. То есть она зеленого цвета у многих есть. Здесь представлены абсолютно все методы пчеловождения, которые прикоративовались как в Российской империи, так и на Западе. И более упрощенным в варианте Шимановский издал, вышла такая серия, «Библиотека практического пчеловодства». Причем серия такая, скажем, уникальная. Она состояла из 13 книг. И среди авторов этих книг здесь были Кожерников, профессор выдающийся пчеловодством. Он, кстати, первый издавший книгу о породах пчел тоже как раз в эти 20-е годы. Далее тоже книги Буткевича, Титова, Каблукова. Его книга знаменитая «Мед, воск и пчелиных примесях», которая тоже была издана в этой серии. Серия очень интересная, она была бы полезна как и для начинающего пчеловода, так и более позднее. Второй учебник, не менее выдающийся, но он, к сожалению, издавался только однажды в 1926 году. Это учебник Брюханенко. Он такой для практикующего пчеловода. Это не оригинальная его обложка, но книга тоже достаточно состоятельная. И, в принципе, за эту книгу, как и Брюханенко, уже в начале 30-х годов, когда Советский Союз преображался не в лучшую сторону, происходила коллективизация, он подавался критике. Потому что дело в том, что вся эта литература была направлена на кулака, на крестьянина, который, используя свои возможности, эти знания, кстати, книг мог зарабатывать. А в системе такие люди были не нужны. Ну, еще вот, это то, что из представленных вопросов, когда-то выдающийся тоже пчеловод Дернов, это, можно сказать, его сравнили с нашим дедом Василем. Он, Дернов, издавал один журнал, одну газету, у него пчеловодная жизнь и газета пчеловод. И также издал порядка, наверное, 10-ти различных работ по разным направлениям. И они пересдавались на протяжении вот 20-ти лет, он умер где-то сразу после войны, по-моему, или в 18-м году. Вот, на протяжении многих лет его работы пересдавались. И вот, по вопросу энциклопедии пчеловодства. Первая энциклопедия, это русская, не американский перевод, а вот такого рода краткая энциклопедия пчеловодства. Настольная книга пчеляка, пчелопромышленника и любителя пчеловода. Такое уникальное издание, оно издано в 1828 году. Ну, вот, это была первая такая книга. Последующие попытки создать что-то подобное, в общем-то, успехом не уменьшались, потому что только в 1856 году удалось издать более-менее качественный справочник. Вот, и, по-моему, в 1866 году вот эта выравнившая энциклопедия с бдженицом на украинской мобе, которая на протяжении 10 лет составлялась, тоже была издана. Ну, и до сегодняшнего дня, допустим, если у других народов есть свои энциклопедии, то Украина ее не имеет. Вот, делались попытки, это еще когда покойный мегать был, я читал его статью в Украинском пасе, что делались попытки привлечь институт по написанию этой работы, но это фундаментальная работа, конечно, ее необходимо было делать. Что происходило дальше? То есть, это далеко не малое количество, то, что я показал, их было на самом деле сотни книг, это потом я отдельно в блоге освещу этот вопрос с иллюстрациями более подробно. Вот, дальше происходило наступление, скажем, вот этой вот реакции, и практически такое отношение, как пчеловоду-хозяину резко менялось. Резко менялось, начинают сгоняться в колхозы, начинается, там даже есть период книги 30-х годов, ну, тоже как в блоге я все покажу, можно будет уверить, начиналось в колхозное русло. Это также отразилось и на печати, и, в общем-то, если говорить о советской книге, она больше была направлена, если брать каждый отдельный учебник, он написан в одной какой-то конкретной парадигме, и по большому счету, там за редкими исключениями, там каких-то стоящих книг, он переписывался практически с него в книгу, и очень часто переписывались и определенные ошибки, которые были где-то еще раньше совершены, и переписывался зачастую не задумывался. А вот авторская книга, пчеловодческая, или попадалась некачественная, то есть какими-то безграмотными, там какой-то передовой опыт пытался предоставляться, либо же, если это было что-то хорошее, вот как в 48-м году вышла книга «Американское пчеловодство» Адрикосова, она подвергалась очень резкой критике. Ну и вот этот период, конечно, 20-е годы, как для нас, пожалуй, является очень интересным, как именно такой расцвет. Ну, думаю, и в наши годы сейчас это возродится, рано или поздно. И такой вопрос, там просто спрашивали, сразу отмечу, что планируем переиздать Рутнера «Техника разведения и селекционный отбор». В принципе, мы с типографией договаривались как бы две недели назад, там по цене будет порядка 200 гривен, сама книга стоит. Планируется издать ее в твердой обложке, но это где-то будет готово в ноябре месяце. Когда книга будет готова, когда будет понятно, сколько там это будет. Тираж будет небольшой, это будет только 100 книг тираж, потому что больше не получится просто сделать и нет необходимости. Ну, книга нам нужна, будет издана, там в теме, на форуме вы это увидите, и можно будет ее пропустить. Ну, в принципе, у меня все. Остальное я опишу в блогах, опишу в блогах. Вопрос так же. Пожалуйста, я... Скажите, пожалуйста, у нас тут весною была ярмарка, приезжал в Тушинский из Тернопольской области. Он рассказывал, что Богдана, ну, в покое Лорудке, там же закончилась литература. Да, есть даже фотографии в его библиотеке. Вы там с цикавой, дочка его зараз там, потому что поживаете на тим, на тим, на тим, на тим. Он собирал и коллекцию открыток, марок. Ну, он собирал абсолютно все, гербы, абсолютно значки, все, что связано с пчеловодством, он собирал. И так же, дело в том, что для нас, что еще ценно, я не знаю, мы все равно будем искать ее контакты, потому что у меня есть еще такой же собиратель книг в Киеве, товарищ. Вот, они готовят, я не знаю, получится у них или нет, переиздать работы нашего выдающегося тоже, например, пчеловода Андреяшева, собирают материалы. Вот, и сам Богдан Рудко, он готовил к издательству историю пчеловодства Украины. Я не знаю, на каком этапе это была работа, но я так понял, это были рукописи, и была ли она полностью доведена до своего финала. То есть, ну, скорее всего, рукописи у дочки должны эти сохраняться, ну, думаю, рано или поздно история все равно будет как-то издана, в том или ином виде. Еще вопрос? А в электронном виде вот эти и есть книжки? Вот эти книги в электронном виде нет. Можно же их скопировать? В электронном виде, ну, нет, дело в том, что они появятся. Они появятся, только это вопрос времени. Чтобы вы понимали, вот я вот эту книжку сделал в электронном виде, это главнейший способ ведения пасеки Шимановского, у меня ушло это, ну, если честно, ушло, ну, сутки ушло, практически. То есть, если делать качественно, ну, тоже учебник Кораблева, это два дня надо посидеть, на работу. Есть возможность с польского перевести? Есть книжки 19-го года на польский? Нет, с польского лично я не переводил. У нас дело в том, что своих книг очень много. Вот сейчас, я не знаю, на форуме выложили или нет, она появилась в 1935-го года в Чехии на украинском языке, но украинский такой немножко сложный, он, как бы, может, более закарпатский, что ли, язык. Тоже прекрасная книга, и с историей, и с Человодством тоже издана. У нас очень много и на украинском языке книг издана. Вот, просто есть, вот то, что мы договаривались, есть планы, я не знаю, это, понимаете, это все, эти планы, они на десятилетие. Попробовать издать труды какое-то там, собрали сочинение, там, 10-12 томов классиков Человодства. То есть, либо переиздавать какие-то отдельные книги, которые будут пользоваться, скажем, наибольшим спросом. Понимаете, там вот есть такие вопросы. Но так, богатейшая библиотека, вот я был в институте, у них богатейшая. У них представлена в самой библиотеке часть книг. Вот эти книги довоенные, у них тоже большая библиотека есть. Там, я думаю, тоже есть, есть над чем работать. Как вы, как... Субтитры сделал DimaTorzok